МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите, как смотрится, гляньте. Ниша, дымоходы, гляньте. Вот сюда восстановитесь. Я выйду. Вот эти вот домики, которые здесь стоят, и вот этот. Это одни из самых старых домов в Одессе. Они строились еще в самом начале 19 века. Потому что они сейчас перестроены, конечно, но в общем и целом так оно как бы все сохранилось. Сделано в... Это жили поляки и строили польские архитекторы. Это вот такой вот европейский, польский стиль. Вот эти вот дворики. И у них в Польше можно таких много найти. И он несколько уровневый. Сейчас мы с вами еще и впустим, что покажу. Слушайте дальше. Значит, во все времена Одесситы перемещались по своему родному городу в трех плоскостях. Под землей, по земле и по крышам. Под землей понятно. Катакомбы, мины и прочее. Каждый свой знал хорошо район. Это и всякие там бандиты, воры, контрабандисты. И просто там обычно дети бегали. Все это. Все, каждый знал свой район. Это одно. Второе. Крыши. Были у нас некоторые такие районы здесь, где крыши либо соприкасались даже друг с другом, либо находились на очень небольшом расстоянии. Взрослый человек вполне мог перепрыгнуть. Легко. Не без риска для здоровья. Но перестройки домов многочисленные, плюс Вторая мировая война внесли коррективы. И теперь у нас этого нет. Ну а самое интересное, это земля. И эти проходы у нас назывались сквозняки. И бытовало в Одессе даже выражение сделать кому-то сквозник. Этим пользовались, опять-таки, ну какие-то там домушники, или когда там за вами бежит какая-то банда вас бить. В детстве все сталкивались с этим. Если ты не мог дать отпор, надо было убежать. И когда ты знал хорошо свой двор или свой район, несколько дворов, очень много было сквозняков. Ты забегал сюда во двор, пробегал определенную дистанцию, выходил на другом квартале, в какой-то там, да? Это вот такое. Сквозняки подразделяются на три типа. Это самые простые, легкие, ну вот как, типа, сквозной двор, обычный, простой. Второй такой, надо было чуть-чуть-чуть где-то повернуть так, чтобы зайти. И третий тип, это замороченные такие сквозняки. Это конкретно уже надо знать, где проходить иногда. Даже старые шкафы или двери старых квартир, когда перестроились, использовались в качестве сквозняков. Вы идете по коридору, и тупик, и все. Но если вы знаете, что вот эту дверь надо открыть, то там лестницы его ушли, и такое, это уже замороченный. А здесь вот такого третьего плана, здесь замороченный сквозник. И он еще рабочий, я вам сейчас покажу. И опять же, этих сквозняков осталось практически вот-вот-вот, единицы. Потому что люди перестраиваются, и каждый отсекает себе так, все это, все-все-все-все. Вот, и тоже именная лестница. Господин Асигала был, в заводик стоял на пересеке. Я вам показывал кирпичи, вот здесь тоже есть несколько кирпичей. Так, для... Для... Ну, для декора. Вот, смотрите, туда коридор на левый, там уходят квартиры. Здесь квартира тут просто пристроена, видите, квартира 16, этого здесь не было. Здесь была голая площадка, и перила здесь заходили. Так вот там, и туда уходят квартиры, и вот так вот вниз, и там вот выход есть на польскую улицу. Здесь вот даже кто-то пытался делать какую-то мину, потому что искусственные проходы в катакомбах, и когда иногда соединялись с катакомбами, иногда нет, делали, назвали мины. Это чисто утилитарное, такое было предназначение, хранить консервы какие-то там, банки, склянки и прочее. Что-то вот здесь вот пытались рыть, но так и не дарыли. Вот, вот такой вот сегодня, видите, жилой дом. Один из самых уникальных дворов находится вот там вот, дальше, следующий, пятый. Это мы в третьем, пятый. Пятый дом знаком всей Одессе, легендарен. В нем снимали очень много фильмов, и туда все советское время, вот недавно, только год назад, его закрыли. Магнитный, кодовый замок, как угодно, и не пускают. Даже там люди просто настолько устали, и даже не то, что устали, а то, что там начал проваливаться уровни, начали падать. Они такие маленькие арочки, кирпичные. И представляете, сколько тонн все время, каждый день они выдерживают, когда туристы ходят. А почему-то они реставрированы. Люди сами не могут, а власти нафиг оно не надо. Фасад отреставрировали по европейскому стандарту, отшлифовали ракушняк. И вот, если вам удастся туда попасть, как-нибудь, там один-два человека, вас еще пустят. Скажите, очень хотим посмотреть, там будьте любезны, просто две минутки им аккуратненько, они вас пустят. Вот когда компания не пускает вообще, вот я их, в принципе, понимаю. Вот. Стоит туда как-нибудь попасть. А пока мы с вами поднимаемся наверх, идем смотреть последний двор. Да, вот это сквозняк. Ладно, в следующий раз посмотрим, иначе отстанем от группы. Музыка. Музыка. Продолжение следует...